Душа истины, и живи с десы, и вся исполняй сокровище благих. И жизни подателю приди вселиться мы, и очистины от всяких скрени. И спаси благое души наши. Помоги многим милостивам Господи из всего этого выбрать самое нужное, а словом Твоим святым, чтобы оно было для нас светильник для ноги нашей, как написано в слове Твоим Давидом. Благослови нас Господи, и это занятие, собрание наше по слову Твоему святому провести также с надеждой на воскресение и жизнь вечную. И чадо наше, чтобы через эти занятия обрели искреннюю веру, и чтобы мы никогда не забывали Тебе. И первая любовь, которая была у нас, когда мы крестились, Господи, чтобы открывалась в нас постоянно, как только мы слышим слова Твои святые. Или видим, что нужно обязательно преподать к Тебе в молитве, Господи, в тех или других случаях, а их у нас очень много. Помоги, Господи, болящим нашим, путешествующим, помоги, Господи. Помоги скорбящим, в темнице сидящих, нищих, сирот-вдовь, в тех странах, где гонения идут искренно верных Тебе людей. Даруй, Господи, облегчение, исцеление, избавление. Сделай, Господи, все в свое время, и Антихриста, и Армагеддон, и спасение людское. Ибо только Тебе одному известно все это. И без Тебя мы не можем творить ничего. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Провода достали мне. Провода. Провода достали. Вот, вот они. Вот. Вот так. Грудь надо взять, чтобы не... А дай, говорю, руки, держи. Садитесь. На городе возьми, жена. У меня руки трясутся. Кто говорит, кто зашел. У нас за всем с вами нет. Есть. Кто вверх, там заходите. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 51 по 52 стихи. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Толкование. Называет их книжниками, как людей, уже наученных закону. Впрочем, хотя они и узнали закон, не ограничились, однако, законом, а научились Царствию Небесному. То есть, показали Христа и таким образом стали способны износить и от Ветхого, и от Нового Закона. Христос, который богат, потому что в нем сокровище премудрости. Он, уча новому, приводил свидетельство из Ветхого Завета. Так, например, он сказал, отдашь ответ изопразное слово. Это новое. Потом привел свидетельство. От своих слов оправдаешься и осудишься. Это Ветхое. В прошлый раз я говорил, я этой темой занимался. Какие есть притчи Христа? Они как-то в монашество вписывается в их или нет? А теперь, если эти притчи для монахов, чтобы были приемлемы, что нужно было сказать? Царство Небесное подобно книжнику, который не выносит ни новое, ни старое. А тут выносит и новое, и старое. Ты знает Ветхий Завет, новый соединяет, несет людям. А им нельзя говорить. За монастырь выходить нельзя. Между собой разговаривать нельзя. Притча эта должна была бы выглядеть так. Подобно книжнику. А тут бы написано, подобно неграмотному, который не выносит ни новое, ни старое. Они не книжники. У них книг нету монахов. Это уж сегодня они такие, бывает там что-то. А когда считаем жития святых, ничего нету. Вот так. Не надо показывать. Ничего не было. Ничего. Самый простой вопрос. Спрашивают досипей. У него учитель, Дорофей, известный. Отче. А мне вот непонятно. Вот Евангелие я считаю. 24 глава, там стих 15. И как значит? А зачем тебе это? Ты можешь себе молиться. У тебя вот это есть кто? Да. Ну слушай все его. Потому что послушание Ави дороже поставить молитву. Иди. А он бывший офицер. Любознательный такой. Молодой, здоровый, крепкий. И он ставит на такое, чтобы... Паститься надо. Паститься? Тут ничего не надо знать. Не ешь. Рот закрой и все. Но есть-то охота. Он за больными ухаживает, дает им рыбу. А которые рыбу, кости остаются, он костями питается. Ну, для молодого организма. Чего это будет-то? Ну, ясное дело, что... Кхе-кхе. Дальше. И он молодой умрет. Это уже... Монашество не припишет, что он умер один. Но умер бы один, а то... Так, если он что-то где-то сделал не так, самое маленькое где-то, он сразу закуток, в чуланчик и плачет. Да себе, кричат, где нет. А идите в чуланчики, вон там. Все знаете, он плачет в чуланчики. И вот встречается он, который у них там есть на Диме, а вы еще выше, в погонах полковника. И он говорит, у меня молодой тот офицер принял. Сам и все. Ну, любопытный такой, спрашивает. Ну, ты... Он придет к тебе, я скажу, я не знаю, а к тебе пошлю. А он придет, ты ему всыпь как следует. И скажи, я тебя научу. Ты еще пришел в монастырь, тут книжки считать? Ты работай. Да я работаю, так. И чтоб никого не судил. Ну, он так, в следующий раз, договорились, все. Они это учить собираются. Новое и старое теперь выносят. Старое злобо и новое злобо. Соединились вместе. Он приходит, и меня Ава послал. А зачем? Ну, вот я 23-ю главу 34-ю считаю, не пойму никак. Ах, ты паршивец такой. Ты что, знать хочешь? Он палку взял, и давай его палкой лупить. Он убегать, он его догнал, еще палкой ходил его по спине. Вот что ты думаете, сегодня его? Ну, вызвали полицию, врачи освидетельствовали, синяки, потеки. Ну, посадили. Избирь, но это где-то, а этот избирь, если он подманан шискарясткой, это святой. И он приходит, ну, договорились, он не знал, чем это кончится-то. Нападай ему. Он нападал, но не рассчитал. Сначала лежал по щеке ему, потом по второй, а тут и рот расслал, иду убегать. Ну и как? Все хорошо, Ава. А сам думает, скорее бы куда-то уйти-то маленько, вот прямочку-то сделать, да некому. Ну, ты ему задал вопрос? Задал, отче. Ну и как? Только не лги. Не лгать. Ну, он мне сказал, зачем тебе? Ну, а потом? Ну, что мучишься? Говоришь, что? Ну, он потом ударил вот так вот, это он так легонько, потихоньку. А что щека-то горит? Не знаю. А вторая-то щека, что у тебя посинела-то? Да, наверное, упал я где-нибудь. Ну, тебе еще попало от него как-то-то? Ну, да, я пошел, он ударил, не ударил, так палочкой прикоснулся ко мне. То есть сплошная ложь идет. Выгореть того деспота надо. Это житя святых. Я ничего не при... Я не подыграю никому. Я православный. Ну, маленько-то можно было бы так, пример какой дает Досифей. А ну давай, чтобы у других братьев такая ревность была. Давайте уроки будем занимать. Пупкова призовем, Дбунова. Пускай они мирянин, они любят. Слово Божие, они будут говорить вам. Женщин нельзя туда, вы же монахи, все там. Можно только, как говорят, всю жизнь с анонизом бороться, а женщину нельзя трогать. Как Андрей Кураев говорит. Ну и все на этом. Это один из факторов, побуждавших в спасение. Ложный путь. Притча. Новая и старая. И поясняет, новая и старая, это Ветхий Завет новый. Но как монах пишется, когда он ничего не знает. И чем он тупее был, тем лучше. Вот представьте, и кого? Приходит человек. А что ты умеешь? Да я так, а то он уже знает, что. Ну кем ты был? Я ритором, то есть оратор. Да зачем ты тут такой нужен-то? А еще, ну что писал-то? Ну иногда стихи писал, чтобы ни одного стихотворения не было больше. Ну а еще, да я виноват, я все это бросил. Вот я на музыку, как, на музыку ложил? Да кто ж это видел у монахов музыку-то? Что мы, католики что ли? Ну и вон она, когда тебя приму, если нигде, ни одной строчки не напишешь, ни одного стихотворения, и никакой музыки. Обещаешься, выгоню сразу. Согласен. И вот у монаха другого умер брат в монастыре. И он такой в печали. Ну не можете, еще вчера были, обходили, вдруг его нету. И вот тогда подошел и говорит, Ян, душа скорбит, а братья, ты не мог бы мне что-нибудь утешение дать? Ну талант, композитор, поэт чудесный. Он раз ему написал стихотворение, ну ясно дело, дал нам новое имя, нас зовут христианин, все забудешь-то. И он ходит и мурлыкает, только пой, не пой, настоятель, не с думай его осудить. А настоятель все равно услышал, он за ними посмотрит. Так поет и видит слова-то какие, как у Бориса Леонидовича Парстернака, каждое слово, как у Лисенина. Его хватает просто. Так, ну-ка иди сюда. Ты чего мурлыкаешь там? Ну это, чё ну это? Занукались. Да, вот писать, считай слова, считай. Да ты же Иоанн тебе дал. Ну да, он пришел вон из монастыря. Да я не... Вон из монастыря. И выгнал его из монастыря. Это Иоанн будет известный, известный поэты. Церковь канонизирует его. И он ничего не может сделать. Тогда пошел к другим монахам старым, которые уважительны, которые там по неделе не едят, которые на молитве там, говорит, пот не утрут. Такие они все уже устремленные. Походотайствуйте обо мне. А он никак. И они, говорит, все дивились, жестокосердие этого Аула. Тогда он разрешил ему. Разрешил. А вы знаете, как он разрешил? Этот-то человек-то, Ян-то Дамаскин-то. Вот князь, он был у халифа, там, турецкого, близкий очень, у сирийского. И в это время его оклеветали. Вот там он письмо подметное бросил. Какой рукой писал? Он говорит, я не писал ничего. Его руку раз и отрубили руку. Единственное, что он выпросил эту руку. Но она почернела на солнце. Он пришел и перед образом Божией Матери перед иконой повесил. И плакал, и молился. И заснул. Проснулся, а рука на месте. Такая, рубец, остался и все. И он сказал ему, его амбата. Вот у нас туалет такой наружный, сортир. Голыми руками, чтобы вычистил его. Ну, залез там по колено в дерьме монашеском. Давай монашеские запахи выветривать. Выкидывать. Я не знаю, что назвать. Отходы святости их. И не устыдился, не устрашился, что он той рукой, которую Божья Матерь ему вернула назад, это уже судят этого, своего, не судя, но и судят. В какую притчу это все вписать? Так это до нас-то дошло, благодаря Дмитрию Ростовскому, тысячная доля. Тот-то сидел тоже, философ, выдумывал, выдумывал. Он однажды заснул, и видит во сне, к нему один подошел, а ты обо мне пишешь житие. А кто ты такой? Он говорит, арест. Ты написал, вот так казнили. А вот это вот, вот это утолщение на ноге-то, от это меня отрезали литовкой. А вот это вот, видишь, рано в боку-то, вот смотри, это меня пронзили еще. А ты не написал, он проснулся, давай тогда дописывать. Я, говорит, был ленивый на это, он сам пишет. И любил поспать Дмитрий Ростовский. И сон ему благодатный был. Мощи Варвары Мученики, такие уже заплеснилые, и он теперь их обтирал, обмывал там. Это во сне все вернулся тогда, и опять продолжает писать. Даже живая не вернулась, только мощи ему наверились. Это жития я беру. Я не критикую. Ну, можно было бы сон такой, чтобы пришел, или видение, как Павлу. Явился бы некий мужик там из Турции, из России, сказал, приди к нам и помоги нас. Почему видения-то все другие? То икона явилась. Видения-то ни одного такого не было. Вы не знаете, монаха-то ведь ни один, ни два человека, это миллионы за эти годы, миллионы. Нам цифра, пусть это не кажется, такой страшной. Иные селы совершенно были из одних монахов. Даже стен не строили. Почему? Прокорм готов был. У них все было с собой. И вот если бы мы внимательны были, которые я вопрос задаю, мы бы увидели, Россия вошла в то, где вписать нас туда нельзя. Господь сейчас учеников спрашивал, как считаешь? Вот так. Какие заповеди? Он отвечает. Православный человек еще этого не знал. Он приходил, стояв, мужики выходили после службы в церковной ограде, покурили. Ну как? Да еще уборка нельзя. А как? Корова-то отелилась? Да, отелилась. Сейчас быка ищет. То есть разговор-то шел о сельскохозяйственных нуждах. Это не я говорю, это Лесков пишет, Николай Семенович. Те, которые тогда были. Это журнал «Покров» писал тогда. Я начитывал это о тем их свету. О чем они говорили? Ну и Якуб Колос об этом пишет. Вот они, дьякон говорят, вон, мем. А там, ну как, ты телку-то продаешь? Он продаю. Господу, помолимся. Она у тебя погулялась уже. За третий месяц уже беременная. Я говорю, между этим. Это не смех. Отец таким рассказывает у них в Тюмени. Тогда был Максим Кроха, фамилия его. Ну и он сказал, я не могу сегодня поехать. Да, в магнитофон ты там положи, запиши, как литургия-то идет. Положили-то, забыли. И он в магнитофон там все пишет. И вот он-то в область-то сделает. Так, братья, там помолимся. Он так, ты на базаре-то был? Был. А там, не знаешь, карбюратору продаются вот эти детали-то. Разговаривают уже не о телке, а о машине-то. Архиерей-то, когда слушают литургия базарная, он тогда их вызывает на ковер и начинает рассказывать им, карбюратор вставлять. На какой скорости от него бежать? Это сегодня все. Почему? Молитвы-то нету. Есть бормотание, никому не понятное. Молитва – это огонь. Молитва – это слезы. Молитва – это вдохновение. Молитва – это научение. Это сила, это здоровье. Все в молитве. Все абсолютно. И избрание человека можно узнать по молитве. Вот на меня нападают, которые и абсолютно на 100%, если бы можно, сказал, на 102. Молитва – они не молятся. Иначе на молитве Бог бы его открыл, что он лжет на меня. У меня нет этого. Он где-то что-то слышал, и он ко мне применяет. Меня сравнивают с Мироном, с Наполеоном, с Гитлером. Это те, которые у нас здесь были. Почему Бог полностью отнимает разум, как Исидор Пилосевский говорит. Итак, считаем. Это я вам вкладыши делаю. Слушайте с разумением. И благодарите Бога, что был такой блаженный Пилосевский, как епископ Болгарский. Евангелие от Матфея, 13 глава, 53-54. И когда окончил Иисус притча сии, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила. Переходит он для того, чтобы и другим доставить пользу своим присутствием. Под Отечеством его разумей Назарет, ибо он в нем был воспитан. Учит в синагоге, в публичном месте и со свободою, дабы впоследствии не стали говорить, что он учил чему-то противозаконному. Евангелие от Матфея, 13 глава, 55-56 стихи. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Толкование. Назаретяне по своему неразумию думали, что неблагородство и уничиженность предков препятствуют быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а и не Бог вместе, как они думали. Что же при всем препятствовало ему быть великим в чудесах? Эти несмысленные оказываются и завистливыми. Между тем, как им надлежало более радоваться, что отечество их произвело такое благо. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его Клеопы. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф по закону взял жену его за себя и родил от нее шестерых детей. Четыре сына и две дочери. Марию, которая по закону называется дочерью Клеопы и Соломию. Вопросы есть? Читаем дальше. Евангелие от Матфея, 13 глав. Это вопрос, если заходишь. Вопрос, смотри, как-то, посмотри. Кого-то разбудить надо. Так. Вы слышали? Эти вопросы, которые просчитал-то. Они спорят по сегодняшний день, и вы даже как будто не знаете. Баптисты верят, что это от Богородицы родились. Дети-то остальные это. Они так не так ходят, что она досталась там бездетная, другое там это. Это нет, они просто так. Почему? Рисуют его молодым. Рисуют-то молодым его. Пятидесятники мне так говорили то же самое. Что это его дети. Ее дети. Иосифа рисует молодым. Ну, она говорит, что Иосифа молодым рисует. Он так подтверждает. Ну, а мы не знаем. Ритания говорит, что ему было 72 года, а ей 15. Никакого там это, неравный брак. Кто его написал-то? Картина-то, неравный брак. Какой-то малоизвестный художник такой, я его даже не знаю. Неравный брак. Видели? Видел картину? Ну, старик с девушкой. А да, у евреев, у мусульман это никакой неравный, не считается. Возраст определяет только мужчина. Весь сказ. Для женщины поставлен предел какой-то, а мужчины нету. Чарльз Шаппин последний раз 73 года женился. Да мало того, что и дети. Я не говорю не о давних библейских временах. И здесь что? Именно от нее. А как доказать? Толкование. А у них есть основания, так думают. Прямо написано, что и братья его. Ну и Иосиф, Вениамин, братья. А Иуда, Идан, то ему не братья. Братья? Почему? Отец один. А четыре женщины. Две жены и две у каждой по наложнице. Так нет. У мусульман разрешается четыре. Но они не из-за этого держатся. За то, что у их основателя религии четыре жены было. Так-то разобраться он ничего плохого не сделал. Вот он женился на одной, а она старше его там на 26 лет. Ну не важно это-то. Они любят друг друга. И что жена старше? Препятствий нету, нигде не обговорено. Но желательно, чтобы жена была моложе. Желательно. Потому. Ну так, принято. А здесь? Ну по порядку дальше-то, начиная рассуждать. А то не узнали. И что дальше? Делает вывод. Мы его знаем, этого знаем. Они никак его не могли признать. И по сегодняшнему они не признают. Самые хульные слова против Христа им сегодня с детства вдавливают. Я Божьей Матери. А это такая там, букву Б и прочее. Вот. И где он будет мучиться Христосом, мальчик, кто другое. Нам Бог дал веру, что это был спаситель мира. И мы это считаем. Смотрим. Иосиф был ее охранитель. К ней не прикасался. Ну вот. Предание говорит. Ну мы верим в предание. Василий Велик говорит. Откуда мы взяли крестное знамение-то? Из предания. А предание? Предание церковное. То есть это после записали. Как было? Вот Камагридеши я первый раз увидел у баптистов, 50-ников. Камагридеши. И там, я считаю, дохожу. И когда Петра арестовали, он шел и чернилами вычеркнул, а так аж стерто даже. Никак не мог прочитать. А что там написано? Ну там неправильно написано было. На что было-то? Да мы не знаем, такая книжка досталась. Но теперь я вот прочитал, написано. И Петр, когда шел, видел христиан и подняв руку, благословлял их крестным знамением. Они терпеть не могут, как демоны. Демоны боятся крестного знамени. Понятно? И вот мы для чего это рассуждаем? Чтобы поблагодарить Бога, что Он дал нам веру. Что предание церковное необходимо. Пошли. Она была дева. Присно дева. И до рождения, и после рождения. От Матфея 13,57-58. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им. Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Толкование. Соблазнялись же о Христе и братья Его. Вероятно, говорили, что Он изгоняет бесов силу Вельзевула. Мы, люди, обыкновенно пренебрегаем своими домашними, а чужих уважаем и любим. По неверию их Он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверглись тем большему наказанию, если бы остались неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворило, только несколько, дабы не могли сказать, если бы хоть незначительное знамение сделал, мы уверовали бы. Однако ничего этого не стало. Слово соблазнялись, что такое? Как по-русски повторять? Сомневались? Да. А в чем? Смотрите, а то травму нанесете себе упавшую. У нас один на корабле был парень, и там нужно было когда открывать люки, а он сидел в ночную смену, а палуба-то железная, и он, ну, не высоко вот так вот был, ну, так, а дальше-то, и он заснул. А корабль-то идет на волне, качается-то, и он упал, и прям лицом на эту железную палубу. Конечно, нос раскрасил, его с тех пор никто не стал звать, его, допустим, Матвей звали, да, этого-то, имя его, а теперь все стали звать космонавт. А где, да вон, иди к космонавту, скажи, космонавту, а парнишка-то молодой. Упал. Нас любят поиздеваться. У меня нынче два раза нос разбил за компьютером, в клавиатуру сунулся. Программист. Заснул, работал, пальцы печатал, заснул и сунулся носом, и разбил нос. Программист. Ну, и что делаешь? Я тогда стал бороться, мне капотя опять сунулся, и тогда сыпьте не стал. Заснул? Бывает, человек заснет за рулем, и сколько аварий на дороге. Мы видели страшные аварии. Ну, давай. Сонного, часового зарежут, убирают, и все. Спать надо дома. Ты на работе, ты пришел, ты здесь. Пропустишь мимо Слова Божьего. От моря до моря будешь искать. А сегодня оно рядом. Вы эти слова знаете? 8.11. Амос. У нас там висит жажда. Так скажи, что мне лучше? Здесь или там ходить? От моря до моря? Здесь. Итак. Вперед. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 1 по 2 стихи. Я Тарасю хотел сказать. Тараси. А то вот, видишь, когда все идут, когда считают златоуста и уходят. А ты поставь тебя за ночь, и никогда не буду уходить. Покажи им пример. Хоть один бы, все выматываются, и все. Как вы, бедников вывели. Ну, только сидели здесь, и вы сидели. 11 минут пришли, сегодня. Нету. Не дремя. А то, что она на шахт не отходит, заставляю. Никогда не сяду. Я же стою. Они идут златоуста, и считают, я же не сажусь. Ты меня сидящим ни разу там не видел. Я тебя в друзья зову себе. Мам, благослови его. Он Бог благословит. Покажи пример там. Ты первый, начаток будешь. Начаток Ахая. Тебя Ахают за это. Давай. Страна икония. Это про православы. Они как в иконе были там. А, говорит, икон не было. Там прямо написано в иконинку. У нас одна была, Тоня Гладких, а у ней мама. И она все время пророчествовать, она не могла. И вот зять приходит, а он милиционер. Она дежурит. Она вот, Сережа, подожди. Вот смотри, тут как написано-то. Вот, вот видишь, и ангел, и Англия пойдет туда же. А Англия пойдет. Она все абсолютно знает. Вот там 10 рогов. Он говорит, потом спать иду, дежурил-то. КПЗ, там не заснешь. А тут она мне то один рог лишний, то потерялся. Я, говорит, полуживой, стою перед ней. Перед тещей. Православная. До мозга костюма. В усмерть. И вот у ней Библия вся чистая. А где Даниила, вот как у меня скотерка. Теперь все ко мне толпой пойдут посмотреть, какая у меня скотерка. Да, прям будем подумать. Матфея, 14 глава, с 1 по 2 стихи. В то время Ира, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Толкование. Этот Ирод был сын того Ирода, который избил вифлеемских младенцев. Из примера его пойми гордость властолюбивой жизни. Вот спустя столько времени дошел до Ирода слух об Иисусе. Лица, окруженные знаменитостями, обыкновенно не скоро узнают о подобном сему, потому что не обращают внимания на людей, сияющих добродетели. Ирод, видно, боялся крестителя, посему решился говорить о нем не с посторонними лицами, но со своими отроками, то есть со своими домашними. Так как Иоанн при жизни своей знамения не сотворил, Иоанна 10, 41, то Ирод подумал, что он в воскресши получил от Бога и дар чудотворения. А почему в поговорку вошло? Внука привезли, бабки отдали. Ну, небольшое там, может быть, 10, может быть. И учителя чуть не каждый день приходят, жалуются. То он там окно разбил, то еще что-то. А бабка стирает, и в учительство-то привела его, а она вот и тряпка этой мокрой как ударила. Да Ирод ты, навязался ты на меня, каждый день я за тебя страдаю. Почему она его Иродом-то назвала? Нарицательное имя называется. Нарицательное. Вот у нас какое имя хорошее? Ну, всякие имена хорошее. Варвара, знаете, как переводится на русский язык? А есть мужское имя. Вот Александр, Александр, Валентин, Валентина. И так, здесь Варвара, а он Варвар. Святой есть такой, Варвар. Он был разбойник, 300 человек убил. Четыре священника зарезал. Я обратился к Богу. И он не знал, как угодить-то, что воззови, я прощу тебя. Он не мог никак это. Он тогда решил, что сделать-то. С себя все скинул одежду, в чем мать родила. Встал на четвереньки и пошел в лес. И его постепенно свиньи приняли, дикие свиньи. Он с ними вместе скакал. И охотники, когда стреляли, они волосы-то отросли, они говорят, какое животное редкое-то. Да и его пристрелили. А когда разобрались, то мужик лежит. Ну и стали узнавать. А церковь-то узнала. Да когда-то приходили, мы его не приняли. Это он. И так, это святой. Варвар. А она Варвара. Грубая означает. Грубая. Ты его-то знаешь, как переводится? Как? Цветущая. Как? Цветущая. Цветочек. Фильм показывали про войну. Можем? Про Ирода. Ну и немцы заходят, там отбирают все. Входят. Перешли. Ну пришли. Нет. Немцы забирают млеку, яйку, маслицу. И женщины-то отдают. И одна такая. Вот ты, Ироды. А с ними вместе переводчиком парнишку взяли. Молоденький парнишка совсем. Он там немецкой национальности был. И это. А немцы ушли, отошли подальше. И одна бабка. Вот Ироды, окаянные. Он поворачивается и говорит. Бабка, ты этим словом не кидайся. Они знают прекрасно, кто такой Ирод. Это тебе не наши коммунисты. Не надо. Они сразу говорят, тебя возьмут за... Мамка, млека, макояйки. А почему они через Польшу прошли? Они там ухватили слова. Макка, макояки. Макка, макояки. Макка, макояки. Макка, макояки. Пошел. Так, внимание. Третий-четвертый. Возьмина себя на абордаж. То есть тащит корабль этот. Прямо через 2 секунды опять тоже. Густо. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу. За Иродиану, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему. Не должно тебе иметь ее. Толкование. Прежде Матфей не упоминал об этом событии в жизни Иоанна. Потому что цель его состояла в том, чтобы описать относящиеся только ко Христу. Он и теперь, конечно, не упомянул бы о всем, если бы это также не имело у него отношения ко Христу. Иоанн обличал Ирода в том, что он противозаконно имел жену брата своего. Закон повелевал брату взять жену своего брата только в том случае, когда сей последний умирал бездетным. Второзаконие 25.5 Но Филипп умер в небе с детям. У него была дочь и та самая, которая плясала. Некоторые даже говорят, что Ирод еще при жизни Филиппа отнял у него и жену, и тетрархию. Впрочем, как будто ни было, во всяком случае, поступок Ирода был противозаконным. Ирод не боялся Бога, но боялся народа. Посему и удерживался от убийства. Впрочем, дьявол доставил ему удобный случай оправдать себя перед народом тем, что убил Иоанна по причине данной клятвы. И теперь далее идет комментарий Игнатия Лапкина. Вот на эти слова. Длинный, длинный. Это вообще легкий случай. Да. Видимо, оклятвивает, вы сейчас будете говорить. Что, комментарий? Да. Итак, наберитесь терпения. Ну, можно кое-где притормаживать. Иоанн Златоуст, пользуясь этим местом священного писания о бесстрашии Иоанна Крестителя, обличающего тирана, говорит, что и ты можешь стать мучеником. По идее, обличи беззаконника, стоящего у власти. Как пророк предтечи не мог не знать характер Ирода, и вряд ли он надеялся на то, что деспот примет от него обличение и наставление. Но он пошел и лишился своей головы. Подобное случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть и мы узнаем героев, верообличающих, стоящих у власти. Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Феодор Студит, Исааки, Далмасский, Митрополит Филипп и другие. Почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения? Я вот сейчас читаю, недавно Виталий Калинников выставил ролик «Аборты и дедоубийства». И там где-то нашел человека, мирянина. Вот у меня претензии к патриарху. Ну почему, говорит, вот в Израиле на законодательном уровне запрещены законы аборты, а в России никому дела нету? Нет, никому делу. Рамцанка даже запретил. В Чечне нет абортов. Принял закон и все. А Путин его... Тем более, тем более, мусульманин, не христианин, добился в стране, в этой же стране патриарху дела никакого нету. У меня, говорит, что ничего, я его, говорит, молюсь за него, там все, но у меня к нему претензии. И здесь тоже Иоанна Тихонича, почему нынешние, сегодняшние не заботятся о нравственности населения? Ну что сказать, аборты это нравственные разве? И такой ролик, прям сильный ролик, девочка звонит в абортарий и говорит, ну у меня вот такая беда, сколько недель? Ну там она говорит, там, например, 13 или 12 недель. Сделайте, сделаем. А вы, говорит, потом ребеночка похороните, а на конце трубки-то, если никогда такие вопросы-то не задавали, как, как, они, что там с них делают-то? Вот, рекомендую всем посмотреть, очень сильный, он длинный, но прям такой... Как называется? Аборт и детоубийство. Так, по-моему, называется. Когда правители без... А и там самое главное, это в этом ролике, суть, что... Местоописание. Корень всех зол сребролюбия. Почему не запрещают аборты сребролюбия? Главный врач говорит, если я запрещу аборты, мне зарплату врачам нечем будет толкнуть. 20 миллионов ежегодно государство выделяет на это дело. Еще финансируют. Конечно. Им выгодно, чтобы... Да ну 20 миллионов, по каждому региону 20 миллионов. Ну, или миллиардов. Миллиардов? Нет, миллиардов. Если они каждый год, каждый день... Конечно, ты что, 20 миллионов рублей? Ты таких денег не запасешься. На пенсию меньше идешь. Ты что, нет миллионов? И возмущается, почему, говорит, я должен, я налогоплательщик, должен оплачивать, где-то упиться. Мы все, мы все с вами оплачиваем вот это вот. Никакого дела нет. А Франции бензин подорожал, люди вышли с плакатами. Да, важно быть с плакатами, там, бьются в усмирь с полицейскими. Смотрите, я подчистал сейчас, какая статистика. Вот мы пока сидим. Сколько Россия потеряла будущих граждан? В день 20 тысяч. Каждый час, запиши. В 18... 815. Татьяна, держись за нее. Две Татьяны сидят. Борются. 815. За час. В России. За каждую минуту. 13. Господи, боже мой. Здесь? Чем-то. Такой войны не надо. В одну минуту 13 человек. 13 человек. За минуту. 13 человек нет. За перестройку. Срара потеряла 120 миллионов. Во время войны 7 тысяч человек убитыми за день. Каждый день, если считать. 7 тысяч. Войну. 7 тысяч, да. Да какие орудия, какие пушки, какие пантеры, какие тигры, фердинанды. Здесь ничего нет. И каждый день. И вот сейчас статистику выставили. Сколько при Брежневе абортов было в год. Сколько при Черненко. Сколько при Андропове. Все таблица есть. Только на сегодняшний день не показывает сколько. А оно не меньше. У мусульман 2 миллиарда. Возьмите Иран, Ирак, Тунис, Арабские республики. Там где-то все есть. Ни одного нету. За 100 лет ни одного аборта. Поэтому они так родятся. Сегодня в среднем по Европе везде население. Рождаемость 1,8 ребенка на семью. У мусульман 8,1. Еще спрашивают. Положение можно поправить. Чуть-чуть. Если в каждой семье будет рождать и сегодня 10 ребятишек. И тогда через 50 лет обстановка будет другая. 50 лет, чтобы непрерывно все женщины рожали. По 10. Кто кормить будет? И материнского капитала не надо. Еще таких ландарей. Вася спросил, кто будет кормить. А сейчас передали, что количество на Дальнем Востоке рыбы увеличилось в 2-3 раза. Почему сейчас все меньше стоимостью? Почему? Запустили мальков. Господь дал, если дал, говорит, как овечка, то даст травинку. Если есть овечка, то даст травинку. На Бога надейся. Показал он в метро, какие цены на рыбку. Акула стоит 1000 рублей килограмм. Лосось 1900. Не лосось, а... А у нас стоит 130 рублей килограмм. Интересно. В банке идет евро покупная. Когда сдают, дальше золото. Один грамм. 2450 рублей один грамм. Платина сколько? 2000 дешевле. Дешевле. Дешевле там. И какое-то еще там... Серебро. Какие-то еще два названия. Серебро еще. Паладий. Серебро, кроме серебра, паладий. А, паладий, еридий. Еще что-то там есть. 80-е еридий. Она меняется, и все время я смотрел цифры. Другие металлы я даже не знаю. Золото. Это один килограмм стоит сколько получается? 2400. Две с половиной миллиона. Два с половиной килограмма. Тонна стоит... Ну на тысячу надо умножить. Миллиарда. Два миллиарда. Два с половиной миллиарда. Два миллиарда пятьсот миллионов тонна золота. Тонна. Да нет, наверное, не миллиардов. А теперь, которые здесь миллиардеры, миллиардеры, у него больше ста миллиардов. Это выходит, что у него где-то сорок... ну, пульман золота. Ну, три нуля прибавки. Нам не представить. Две пятьсот... 2500 и два нуля. Три нуля. Три нуля получили. И так же у миллиарда... 250 тысяч. 250 миллионов, а не миллиард. Тонна, 250 миллионов. За счет этого... Что это самое миллион? Да, посчитай. Ну, давай. Слисти пятьсот... Ну, 2500 и три нуля добавьте. Две тысячи и пятьсот. И три нуля добавьте. Два с половиной миллиона получили. Да, грамм. 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 Слисти пятьсот и еще три нуля. Два с половиной миллиона. 2500, три наряда ставим Да, три наряда Ну и все, теперь ставьте Теперь точки поставьте Теперь тоннаж, это килограмм Подождите, что вы мне тут понаписываете? Вы уже все поставили Вот это килограмм Килограмм 2500 2 миллиона 500 тысяч Что ты расшелся-то? Килограмм Сколько, Игорь, золото? 2 миллиона 500 тысяч Килограмм 2 миллиона 500 тысяч Тонна сколько стоит? Еще крутим 2 миллиарда 500 миллионов Кушай на здоровье Разбушевался, схватился 2 миллиарда 500 миллионов Тонна 2 миллиарда 500 стоит Килограмм И на тысячу еще 2 миллиона 500 и 3 нуля А теперь миллиард будет В тонне 1000 килограмм Тут в уме можно посчитать Что-то замкнуло мужика Пошли дальше 2 миллиарда с половиной Они миллиардеры Я посчитал у этого, допустим, Дерипаска У него получается 60 тонн золота Ну куда это, на царь Не выскажешь Я на Дяг смотрел На Калыме, там где тогда бывает И частная компания Она называется Директор Карась Карась И он говорит Вот на чем выгадывает И он говорит Вот у нас бурит сейчас И пока на земля Разрез Первые 2 метра Это Естественно Такой даже Столько-то А золотоносый На глубине оказался 4 метра Мы, говорит, берем пробы Через каждый там 20 сантиметров И теперь это все Даже не проверяем Мы все это сталкиваем И берем оттуда И сколько они берут Речь идет о тоннах То есть они занимают То ли второе, что ли, место По добыче золота Какая техника Все Во что это стоит Вот сейчас мы технику обновили 2,5 миллиона отдали Только за это Там что-то в технике Миллиарды Поехали Я это все посчитал Пока стоял в банке Пошел пенсию получать А у меня на это Ну, на карточку идет А этот Дает только определенное число Дальше она не идет Ну, положено там 5 тысяч Больше не возьмешь Но она дает не 5, а 40 40 40 взял А теперь даешь Она говорит Лимит кончился А которая стоит девчонка Помогает вставлять-то Она не знает Как Теперь меня оформляет Идите туда В конце туда Я пришел Там она оформляет С этого с моего Снимает И тоже больше нельзя взять А у меня больше Да кое-как Получил все Ни под каким видом Ничего не могу сделать 4 раза Иди очередь за него Я говорю Я у вас же стоял Иди по новой Я опять выбиваю чех Опять в очередь стою Стою и считаю Сколько золота Сколько палладий Палладий дороже Серебро Серебро интересно 16 что ли Рублей всего До чего дешевое 20 раз меньше Прям смотреть не на что Стыдно даже за него За серебро Ну поехали Так Как у царя Соломона Почему же нынешние Церковные правления Патриархии Не заботятся О нравственности Населения Вопрос Игнает Тихонович Игнает Тихонович Вот это Место писания Когда Дети Суть свидетелей Разврата родителей Где это Премудрый Соломон Я тебе напишу У меня вот Какая мысль Родилась Детей Аборт Это убийство И когда Происходит Преступление И свидетелей Обычно Убирают Чтобы не Раскрылось Дело Видишь Какая мысль Обычно Два блудника А кто А что ты Свечку держал То есть Их никак не выйдешь А дети Уже Свидетели И они Убеждают При аборте Что Да это еще Сгусток Эмберионы Деление клеток Там еще Души Биомасса Душа Только в христианстве А Писание Говорит Дети Суд Свидетели Разврата родителей И вообще Это видели Зародыш мой 138 Да Очень видели Зародыш мой То есть Дети Свидетели Он еще не родился Ну что там Еще А они уже Свидетели чего Разврата родителей Ну их родителями Конечно Тут С большой натяжкой Можно назвать Но они родили От того и родители А родители Это имеется ввиду Мать, отец Законная семья А это просто Дети Суд Свидетели Разврата блудников Ужаса 120 миллионов Отмеряли за перестройку Лишние свидетели Свидетели Разврата А почему А дальше Это серебролюбие А почему Патриархия С ним борется А то же самое Сребролюбие Чем больше абортов Делать Тем больше Свечек Она купит Потому что Совесть Все равно Ее тревожит Она в церковь Пойдет И папу Отдаст Последний За то что Убил Абор 10 лет Правила Василика 10 лет 10 свечек А сегодня Кого брать Они на вторую Букву Б стоят Половина женщин Умели только Воровать Аборты Как вы говорите Церковь больна Трусость И корысть Это не я сказал Краснов Левитин Краснов Он 6 сроков Сидел Я от него взял Сребролюбие А из молитвы Которые Великие Постсребролюбие Вычеркнули Да Интересно Вот мы когда читаем Андрей Господь Владыка живота Моего Слово Сребролюбие Вычеркнули Сам корень Зрив корень Кому это выгодно Кому это выгодно Понятно Даже не знаю Сребролюбие Почему они все В этом потонули Сребролюбие Как можно выбросить Из молитвы Андрея Критского Это Ефемо Сирина молитва Накануне Андрея Критского Господь Владыка живота Мой дух праздности Ныне Любочный стяжать Празднословие Сребролюбие Не дашми Сребролюбие Взяли Отсекли А у старообрядцев Так и считается Такие же Сребролюбие Но только считается И епископ И втихий Когда уже Видишь Что на грани смерти Дай думаю Скажи У нас сребролюбие Прям как обличает Читали? Да Читал Молодец Молодец Это Антихристовы Служители Наши втихий И этим Епископом Другим Говорит Да Поехали Ты нависуй меня Вон на той половинке Если я буду похож Я тебе заплачу Давай Пластырь художник Давай Я буду сидеть Прямо Не шелохнуйтесь Похожи Да? Талант 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 Нарисуй меня Чтоб я был похож Я говорю Я слазил С полки А тут сидел И рисовал Который Я слез С полки Сотраю Плоскарты И обуваю Ноги А он сидит Что-то У меня не видел Я надел Сапоги В туалет Пойти А он меня В руки дал Я вижу Я Он именно Он ничего Ни глаза Ничего Только Черкнул И вот этот Самый контур Это я Любой скажет У меня Икона Которая рисует Никак не мог Он меня нарисовать Я говорю Давай так Голову мою закрепим И тень будет падать Ты на стене Обведи ее И все Я ему показал Как сделать Так как Голову надо Крепко закрепить В штатив Взять Давай Рисуй меня Я сяду Прямо Как ты меня Нарисуешь Мне можно Можно у него Как-нибудь Вот так вот Сидеть Профиль Профиль Умеет рисовать Так Меня нарисуй Надежда Васильевна Ушла Если она признает Что это я То уже на пол Ибо похоже Деньги попала Нет 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 Вы сидите так Нет Боком 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 Вот так Ну нет Ну вот так Он может Он не умеет Так труднее Он не умеет Наоборот Наверное легче Нет Чтобы похоже Легче Когда прямо Рисует А так Нет Надо очень точно Отобразить Вот так Анфас называется А вот так Профиль Так Продолжаем Комментарий Когда правители Беззаконничают Никем не обличаемые То ниже Стоящие у власти И простой народ Развращаются Привыкнув думать Что Беззаконие Ненаказуемо Вот Пишу Недавний случай О котором Теперь знает Практически Весь мир Как утверждают СМИ Вот что Случилось С нынешним Патриархом Алексием Вторым Двоеточек Кавычки Открываются Патриарха Алексия Потрясло Видение Феодосия Печерского Три Восказательных Знака 28 октября У патриарха В Сея Руси Алексия Второго Случился Сердечный Приступ Врачи Также Подозревали Микроэльсульт Ему Стало Плохо Во время Архипастерской Поездки В Астраханскую Епархию Врачи Успели Оказать Ему Квалифицированную Помощь И во Вторник Больного Перевезли В Москву В ЦКБ Представители СМИ Моментально Связали болезнь Патриарха С переживаниями Последних Трагических Событий В Москве Однако Мало Кто Знает Что В действительности Послужило Причиной Удара Информация О том Что На самом Деле Произошло В Астрахани С Патриархом Пришла К нам Из Кофендициального Источника В окружении Алексия Возможно Эти сведения Прольют Свет На Истинные Причины Внезапного Недомогания Алексия Но Кто В самом Деле Знающих Хладнокровность Патриарха Поверит В официальную Вспомним Когда Расстреливали Белый Дом В 1993 Году Редигер Это Перенес Вполне Спокойно Да и Другие Не менее Драматические События Он переживал Совершенно Безмятежно В этот же раз По словам Нашего Источника Истинной Причиной Приступа Снало Некое Видение Посетившее И потрясшее Патриарха В том Что Увидел Алексий Перед тем Как с ним Случился Удар Он признался Нескольким Лицам Окружавшим Его Вскоре После Видения За Несколько Часов Перед тем Как Состояние Его Здоровья Стало Резко Ухудшаться При Этом Более Всего Патриарха Поразил Сам Сверх Естественный Факт Ибо Как Утверждает Источник Алексий Несмотря На Свой Высокий Церковный Сан Воспринимает Религию Скорее Как Традицию И ритуал Нежели На самом Деле Хоть Во Что То Верит Однако В Видении Неожиданно Посетившим Патриарха Явился Некий Благообразный Старец В Монашеском Одеянии Называемый Назвавший Себя Игуменом Феодосием Печерским Как Известно Этот Настоятель Киева Печерского Монастыря Живший В 11 Веке И Стоявший У Источников Православия На Руси Еще При Жизни Почитался Верующим Как Чудотворец А после Смерти Был Признан Святым Святой Феодосий Стоял Прямо Перед Патриархом В его Светлых Пронзительных Глазах Не было Гнева Но Был Заметен Жестокий Укор Жестокий Или жесткий Жесткий Здесь Написано Жестокий Укор Ну Может быть Опечатка Вы хотите Жесткий Правильно Жестокий Алексий Передал Дословно То Что Он Услышал От Старца Игумена Цитата То Что Ему Печерский Передал Феодосий Отпали От Бога Ты И Многие Братья Твои И К Дьяволу Припали Произнес Святой И Правители Руси Не Правители Уж Суть А Кривители Кривители Все Искажают И Церковь Потворствует Им И Не Стоять Вам По Правую Руку От Христа И Ждет Вас Мука Огненная Скрежет Зубовные Страдания Бесконечные Ащи Не Опомнитесь Окаянные Милость Господа Нашего Безгранична Но Слишком Долг Для Вас Путь К Спасению Через Искупление Бесчисленных Грехов Ваших А Час Ответа Близок После Этих Слов Видение Исчезло Оставив Совершенно Оцепеневшим Редигера Который Никогда Ничего Подобного Не Испытывал Более Того Всегда Со Скептицизмом Относился К сообщениям О всякого Рода Чудесах Вскоре После Этого Патриарху Сделалось Плохо Те Кто Оказывал Первую Помощь Утверждают Что Больной Едва Слышно Шептал Не Может Быть Не Может Быть Официальный Диагноз Который Поставили Врачи В больнице Звучал Гипертонический Крис С элементами Динамического Нарушения Мозгового Кровообращения Перед Самым Критическим Обострением Состояние Здоровья Алексий Рассказал О своем Видении Пребывая В состоянии Крайней Подавленности По версии Источника Позже Немного Придя в себя Патриарх Заявил Что Где у него Были Галлюцинации Однако То Что Он Пред Этим Рассказал О явлении Феодосия Нескольким Людям Свидетельство Свидетельствовало Что Растерявшийся Алексий Пытался Найти Опору В ком-то В минуту Глубокого Душевного Оцепенения В которое Его ввергли Слова Феодосия По мнению Источника Алексий Никогда Не расскажет О видении Никому Более Тем не менее Слова О том Что Это был Феодосий Печерский Полузабытый Святой Русской Православной Церкви И другие детали А также Потрясения Которые испытал Патриарх Говорят о том Что такой Факт Был Обрати внимание На то Что святой Говорил О потворстве Церкви Грехам Правителей Руси Которых Он именует Кривителями В газетах Писали А теперь Я даю Этому Трактовку Какую Иными словами Речь идет О тесной Связи Государственной И духовной Власти В россиянии Отметим Также Что и сама Судьба Редигера Каким-то Мистическим Образом Связана С нынешней Политической Системой Он был Возведен В сам Патриарх В конце Перестройки Когда уже Формировались Очертания Современной Абсурдной Россиянии Когда Борис Ельцин Ну такое слово Россия Россиянии Россиянии Заглавная буква Да Ну Россия Имеется ввиду Абсурдная Тогда Помните у нас Обзывали так СНГ Тогда там еще Было Когда Борис Ельцин Уже Вовсю Заявил Свои претензии На верховную Власть Патриарх Жил вместе С режимом Возвышался Вместе С его Утверждением А в самые Критические Для него Моменты Выступал Как опора Режима Именно так Было Например В начале Осени 1993 Когда И россиянская Власть Казалось бы Держалась На волоске Так Не связана Ли нынешняя Болезнь Патриарха С очередным Тяжелым Для политической Системы Периодом Как представляется Связь Церкви И государства Действительно Носит Мистический Характер Но От Бога Ли она Исходит В нынешней России Кавычки Закрываются Агентство Русской Информации В нынешней В нынешней Агентство Русской Это сообщение Может быть Истинным Тогда Остается Один вопрос Почему это Видение Так Запоздало Явилось И почему Не была Продолжена Речь Преподобного Феодосия По смыслу Видений Какие Были Святым Здесь Обязательно Должны Звучат Слова Которые Слышали Всегда Святые Такие Как Серафим Саровский Что Бог Наказывает В первую очередь За то Что не просто Отступили От Бога Но именно От Слова Его И Слово Божие Заменили Своими Вымислями Или Патриарх Редигий Дроздов Не доказал Виденное Или Патриарх Редигий Дроздов Не досказал Виденное Видение Если же Этого Видения Не было А просто Придумали Сфабриковали Недруги Патриарха И Православной Церкви То фабрикация Сила Более Похожа На правду Чем Сама Правда Неужели Сам Патриарх И сотоварищи Не видят Во что Превратилась Организация Которой Они Столько Лет Руководят Которую Называют Православной Церковью И Московской Патриархией Абсолютное Полное Обмерщение И нигде Ни в чем Церковь и мир Не отличаются Василий же Великий Утверждает Что у верующих Все иное Не только Духовная жизнь Но и одежда И еда И походка Настолько иное И так отличается Как овца От волка Как голубь От ястреба Неужели Действительно Бог не может Найти Свободного В нашей жизни Времени Не заваленного Грехами Место жизни Через которое Он мог бы Достучаться до нас И вынужден Обращаться К нам Только через Видение И сновидение Слово Божие Предвидело Это Побуждая Во все дни И во все века Искать связи С Богом Откровения От Него Только Через Слово Его И через Молитву Пророк Иеремия 23-28 Пророк Который Видел Сон Пусть И рассказывает Его Как сон О которого Мое Слово Тот Пусть Говорит Слово Мое Верно Что Общего У Микины С чистым Зерном Говорит Господь Сегодня Мы получаем Сведения Об Одном Видении Якобы Бывшим Патриарху Но Завтра Совершенно Обратных Видений Будут Тысячи И все Они Будут Подтверждаться И мироточением И нетлением И благоуханием И все Они Могут Быть От Дьявола Дух Лжи Наполняет Не только Этот Мир Но и Те места Где Возносятся Молитвы К Богу Этот Дух Умеет Вызывать Доверие К себе Этот Дух Находит Поддержку И Отлик От Придержащих Эту Мирскую Власть Третья книга Царств 22 глава С 20 по 23 стихи И сказал Господь Кто склонил бы Ахава Чтобы он Почел И пал В Рамофе Галаадском И один Говорил так Другой Говорил иначе И выступил Один Дух Стал Придлицом Господа И сказал Я склоню Его И сказал Ему Господь Чем Он сказал Я выйду И сделаю Духом Лживым В устах Всех Пророков Его Господь Сказал Ты склонишь Его И выполнишь Это Пойди И сделай Так И вот Теперь Попустил Господь Духа Лживого В устах Всех Пророков Твоих Но Господь Изрек О тебе Недоброе Иеремия 5.31 Пророки Пророчествуют Ложь И священники Господствуют При посредстве Их И народ Мой Любит Это Что же Вы будете Делать После всего Этого Пророк Иезеки 6.13 Ибо От малого До большого Каждый Из них Предан Корысти И от Пророка До священника Все действуют Лживо Иеремия 23.11 Ибо И пророк И священник Лицемеры Даже В доме Моем Я нашел Нечестие Их Говорит Господь Мехея 3.11 Главы Судят За подарки И священники Его Учат За плату И пророки Его Предвещают За деньги А между тем Опираются На Господа Говоря Не среди ли нас Господь Не постигнет Нас Беда Сафония 3.4 Пророки Его Люди Легкомысленные Вероломные Священники Его Оскверняют Святыню Попирают Закон Человек Который Любит Библию И читает Ее Как Слово Божие В этом Видении Патриарха Ничего Нового Для себя Не найдет Ибо Слово Божие Постоянно Говорит Об этом Любите Библию Которая Даст Миллионы К раз Больше Чем Любое Видение Господь Близко Описание Этого Случа С Патриархом Бывшего Или Небывшего Дает Надежду На то Что Бог Сохранил Неведомый Нам Остаток Тех Людей Которые Не согласны С тем Что Вытворяют Деятели Лжеправославия Под вывеской Московской Патриархии Ну что Большой Комментарий Нет Ну вот Это же все Это же все Правда Это же все Правда Священников Отпущали За то Что распространяли Апостол Павла Ядмоленко За это Он говорит Я не утверждаю Но введение Пишут Было Я тут и говорю Но если его не было То ничего Дело Дело Не меняется И так Не видно Было Что С правителями Все Одобряют И что интересно Сейчас они В думе Подняли закон Чтобы Пенсионный Возраст Не поднимать Для женщины 55 Оставить А для мужчины 60 А сейчас Мужчина 65 Женщина до 60 И эту Тему Тому Начали КПРФ КПРФ А там Так Только Рассматривать Будет Когда 90 Человек А у них Всего 23 Они На начале Жириновский Отказался Подписывать Он Схитрил А потом Видишь Что уже Много Набирается Он Тогда Ну и А почему Нам документы Поздно Отдали А при чем Тут документы Лукавый Человек И там Единоросс Они Все Объединились И сейчас И больше Ста Теперь Должны Рассматривать Вопрос Но Если Поднимать То Пускай Для тех Которые Молодые Сейчас Чтобы Они С детства Знали Что До 65 В Америке 65 Везде Там Допустим В Японии 70 Почему Так Они Живут То Сколько А Тех Которые На пенсии Оставить Хотя За это Проголосовать Эти Ты Работай Пойдешь А балерина Еще 65 Танцевать Будет Где-то Она Еще Что-то Может Женщина Или Мужчина Ну Это же Утрируйте Не так же Это все Ну Вот такое Пишут Я сегодня Взял Завтра Публиковать Буду События Дня КПРФ Как Они А вот Тогда При советской Власти Тут Такое Расслоение Большой Разрыв Между Бедными Богатыми А тогда Было Все Одинаково Да Почему Ты Не Говоришь Что Одинаково Ни у Кого Ничего Не Было Для Всех Гулаг Был Открыт Тогда Подряд Всех Брали Гнаду Расстреляли А Баку Смели Власик При Сталине Это защита Сам Он Убрал И В то Время Его И Убрали Он Сказал Ему Недолго Будет Ну Вот Так Да Ну Что Что Не Хватает Посмотрим Талант Они Пытают Это Понимаешь Это Какой Это Хаджим Мурат Это Хаджим Мурат Надежда Василь Покажите Мой Вот Это Из Игилы Двое Бежали Не 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 Натилочка Это Шамиль Наружно Шамиль Хороший Удет Благородное Лисо Да Хорошо Конечно Это Помоложе Он Сделал Лет На 20 Вот Почему Не Похожий Похожий Взял Где-то Талант Сергей Помог Даст Сделал Нет Он Так Да Все Еще Что Нарисовал Ночью У него Щека Начинается Ты его Снизу А у него Она Не Снизу Посмотри Они Напротив Нос Летущие Фразы Что Ты Падал Мяще Похожий Мяще Ну Смотри Как Нарисовали Вот Это Он Нарисовал Сейчас Морщинок Нету Маленько Вот Здесь Возле Глаз Как Какие Морщинки Нисколько Не Похож Понятно Не Ухватился Нисколько И даже Вот Это Ничего Щеркать Не Надо У меня Тот Человек Я Когда Слазил Он На Меня Глядит Я Обуваю Где-то Я Маленько Наклонился Он Сразу Вот Так Вот Раз И Мне В руки Дает Я Вы Слышали Когда Леонардо Да Винчи Рисовал Тайные Вечери И он Искал Образ Образ Христа И нашел Одного Молодого Человека На Базаре И увидел Я Вот Так И Думал Так Он Призвал Его И Нарисовал Апостол Нарисовал 12 Иуд Никак Он Думает В глазах Должно Быть Отчаяние И Дерзость Такая Хамство Все Должно Быть Написано Отвержение Такое Злодейство Никак Не мог И Однажды Идет Опять же По Базар 20 Лет Прошло 20 Лет Он Смотрит Один Какой-то Пенчушка Что-то Покупает И на Другого Он Сразу Понял Это То Подошел И Говорит Ты Хотел бы Деньги Заработаем Кто Меня Такого Возьмет Пойдем Я Рисую Картины Я С На Христа Это Христос А Вы Тоже С Кого-то Рисовали Так Это Я У Вас 20 Лет Назад Я Видел Эту Картины Он Говорит Ты Не Выставлял Эту Картины Не Мог Видеть Потому Что Картины Еще Не Была Она Не Была Выставлена Поэтому Ты Не Мог Видеть Он Открыл Когда И Смотрит На Картины А Он Говорит Ему Я Видел Уже Эту Картины Он Говорит Ты Не Не Знаю Видел Не Может Какое Видение Но Главное Один И Тоже Человек Как Может Превратиться Из Самого Чистого В Самого Негодного Смысл Это В Этому Смысл Не В Видел Не Все Наверное Да Нет Еще Наших Никого Нет У 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 Еще Не Все Еще 20 Минут 20 Минут Еще Еще Двадцать Минут Наш Давайте Дальше Давайте За свободу За народ Низко Поклонился Понимаете Бывает Человек Скажет Царь Николай Отрещение Он Взял Карандаш И написал Всюду Везде Измена Трусость И Обман Теперь Это Вошло И везде Измена Трусость И Обман Чтобы Сказать Эти Слова Это Надо Быть Очень Внимательным К Обстановке Я В жизни Своих Художников Одного Только Вот Этого Наверное Встречал В Поезде Меня Рисовали Разно Я Нигде Не Похожий У Вас Очень Трудно Рисунок Делать С Вас Причем Трудно Вот Фотоаппарат Сейчас Чак Похожий Вот Заложено Где Даже Немало Не сомневайтесь Что рисунок Будет Похожий Поближе Друг Дружке Ну-ка Сейчас Мы Еще Делаем Я На Автовокзале В Новоалтайске Сидел В 2009 Году И Туда Зашли С Рисовальной Школы Новоалтайска Подростки Такие Вот Как Девчата Такие Вот Может Как Анфиса Ну Не Очень Маленькие Но Чуть Побольше Тарасов И Они Там Рисуют Там Там Рисует Одна Девчонка Села Давай Меня Рисовать Я Смотрю Она Рисует А я Сижу Жду Мне Деваться Некуда А холодно Минус 30 Была Зима Сидел Она Рисовала И я Потом Присидел Потом Открываю Глаза И Человек 15 Сидит Вокруг Меня Я Говорил Что Надежда Признает А там Люди Выходят Заходят Но И Когда Они Встают Они Туда К Ней Посмотрели Один Другой Смотрю Они У нее Смотрят И Ходят Ходят Люди Встали Пошли На Автобус Они Раз Сели И Вокруг Меня Так Села Вся Группа И Меня Давай Рисовать А потом Подходит И Развезд Школа Ну Он Избит Уже Сед Бумагу Взял И Нарисовал Он Такой И Есть А Что Проверить Он Говорит Нарисуй Меня Нарисовал Он Смотрит Там Показывает Он Нарисовал И Все Ну Кое Что Не Сказал Он Не Знал Что Потребуется Где Ключ Лежит От Тумбочки Как Он И Скал Другой Они Родные Братья Так Он Много Чего Там Не Знал Ему Пришлось На ходу Сочинять Жизнь Они Мой Зуб Сделали Фикс На кол У Капутов Родные Двояр Единственное Что у них Женщинах Неправильное Было Хорошая Стаска По Разному Вкусы Были Что Сергей Павлович Продолжай Дальше Не Продолжай Надежда Васильевна Ты куда Делаешь Опять Да Вон Она Сидит Сзади Слушай Ты Вот Это Записываешь На Маглитопончике Ты Потом Как Слушаешь Отдельно Сидишь Все Время Ты Записываешь Только Много Тебе Не хватит Время Прослушать Она Стирает У меня Это У нас Называется Чесует Когда Человек Глазами Воет Но Умирает Душа Уже От Пяток Оторвалась Презеряю Ребятишкам Не давая лекарства Чтобы они Не считали Себя больными Пошел Придуряешься Иди Учисти Там он У коров И все Мама Я видел Только Один раз В середине Дня Легла Не могу Такой Жар В голове А на улице Было 42 Что-ли Градус Мороза Было Маленько Полежала Полчаса Псала Нет Ося Это Сын ее Там У коров Выкидывает Навоз Я пойду Колхозная Пришла Туда Начала Работать Фуфайку Скинула С себя При температуре Приходит В общем Говорит Ничего Нигде Нету Главное Это естественно Ничего Не пейте Не ешьте Лишнего Хлеб Да еда Монашеская Еда Хлеб Да вода Никогда Себя Еще раз Не записывайте В болящее Не думай Меня записывать Юкола Как же А как Юкола А на Соловках Этот Сельдь Вот эти Которые На оленях Едут Которые Я всем Выслал Посмотреть Она Палкой Управляет А и 200 Километров Через 10 Километров Они отдыхают Снова Чум Ставят Я говорю Володя Володя Я сходил Сейчас Голубям Слез И дверь Не могу Открыть У меня Вот так Вот грабли А на улице 27 градусов Всего А это Идет Главное Снег Температура 30 с лишним И она На нах Так сидит Качается И палкой Еще руководит А палка Длинная Длиннее Чем до угла И пешен Поет Когда снег Идет Температура 30 градусов Быть не могет Может быть И не было Может быть Повезло Просто Да Но она Выходит на улицу Сегодня Там 35 А когда поехали Снег Пошел Река идет Там Небольшая река Нахта Высокая У меня Почти под самую Еду Ноги поднимают Олени Перевезли Да теперь Дальше Я пришел Скорее К плите А у нее Это ничего Нету Чем надо Ставить По низу Снег Шкура Не выдержала У нее одна пишет Вам привет Передает Одна из таких Которых Вы сейчас видите Она говорит Как раз там и живет Как раз чем-то Это занимается Так они Вы знаете Что шкуры Они промокают Ну Так они Сколько слоев Там шкуры У них двойная шкура Снаружи И снутри Мех Все равно Это не стены То ли я к стенке Дома Теплую прислонюсь Играть Очень Вы не понимаете Даже О чем говорите Заходит Дрова Это парка Дрова несет Шкуру эту Откинул Задом Затащил Туда И она Палочки ломает Какие-то Не угля Нету Что там Говорит Ничего Не Ну У них Кустарничек Ну Там-то Труба Только Там Флоту Не Прижата Отовсюду Идет Здесь Она снегом Присыпала Вокруг Обошлась Снег Притоптали А когда Ветер Представь Какая Высота Если бы Такой Щук Был А то У них Щук До потолка Так он Специально Чтобы дым Поднимался Иначе Там Задохнешься Ну Видимо Специально Для того Чтобы Более Крутой А у них Уже Там С трубами Печки У них Жебез Труба Труба У них Даже Без Трубы Были Нет Это Идут Тропа И там И скрывается Четыре Тысячи Голов Да У них Того Леди Голов А Леди Это Не Хеленок Даже Смотреть Страшно Я Когда Такие Фильмы Вижу Я Всегда Думаю Я Боже Умерла Я Боже Все Примыкли Я Боже Замерз Первый День Поехали Сергей Павлович Евангелие От Матфея 14 Глава И Хотел Убить Его Но Боясь Народа Потому Что Его Почитали За Пророка Во Время Празднования Дня Рождения Ирода Дочь Иродиады Плясала Перед Собранием И угодила Ироду Посего Он Склятвую Обещал Ей Дать Что Она Чего Она Не Попросит Она По Наущению Матери Своей Сказала Дай Мне Здесь На Блюде Голову Иоанна Крестителя Толкование Смотри Какое Бестыдство Пляшет Черь Царя И Чем Искуснее Пляшет Тем Хуже Да Стыдно Царевне Делать Что Либо Непрестонное И Еще Злою Хитростью Смотри Смотри Так Же Какое Безрассудство И У Ирода Он Поклялся Дать Плясавшей Все Чего Бы Не Попросила Но Дали Бы Ты Ей Безумно Если Бы Она Попросила У Тебя Твоей Головы Для Чего Присокупила Здесь Опасалась Эта Злая Львица Чтобы Ирод Впоследствии Одумавшись Не Отказался Дать Ей Голову Иоанну Посему Торопит Ирода Говорят Дай Мне Здесь Же То Есть Теперь Же Повели Принести Ее Ко Мне Видели Фильм Это Как Она Плесала Я Первый раз Видел Не Видела Видела Это Надо Подобрать Такую Артистку Как Она Танцует Это Вообще Аира Сидит Глаза Как Он Весь И Она Какие-то Тоненькие Одежды Одну Скинет То Другую Третью И Перед Развалился Это Надо Показать И На Каком Постаменте Там Зеркало Огромное На нем Танцует Видели Нет Ох И Поставлено Здорово Соломей Уж Это А не Поставит Крептиза Это Красота Такая Конечно Я хотел Это Тут О фильмах Пошло Хотел Чтобы Вы посмотрели Фильм Он Касается Всех А Меня В первую В очередь По сказкам Бажова Любители Поставили Фильм Называется Золотой Полос 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 Это Змеи Ну Уж Не Уж Золотой Золотой Полос Называется По сказкам Бажова И там Посмотрите Подноготную Золотодобычу И Характера Человека Там Ну В общем Посмотрите Потом Никто Не скажет Что мы Зря Посмотрели Ни один Особенно Для молодежи Особенно Для Детей Там С детьми Связано Ну Потом Они Вырастают Конечно Ну И дальше Золотой Полоз 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 Это Змей 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 Да Да Не бойтесь Не бойтесь Там Вы все Поймете Это Сказки Бажова Они О духовном Сказка Бажова Теперь Там Секта Возникла Кандидат Каких-то Наук У них Руководители Хозяйки Медной Горы Молятся И все Официально Религии Сделали Из Сказки Бажова Павла Демона Молятся Ну да Он тоже терпел Какие-то гонения Бажов Ну он придумал Там явно Что Воспитание Подрастающего Поколения Ну и Взрослым Тоже А мне тут Скинули Один раз В 813 Лет Выпадает Так В декабре Посмотрите В календаре 5 суббот 5 понедельников И 5 воскресенья Это единственный Раз Бывает В 813 лет Через 813 5 суббот 5 понедельников Все выйдет Ну это просто В каком году Вот Сейчас Декабрь Идет Всегда У нас 4 недели Обычно 4 воскресенья 4 понедельника Тут все По 5 Посмотрите Ну это Они говорят Перешлите Это Будет вам Удача 11 год 11 числа 11 месяца 2011 году Это самые Удачные браки Я говорю И как 12 числа Уже Развелись И как Самые удачные браки 12-е развелись Через месяц Удачно Да Долго не мучили Я на мосту Там был Вот здесь Барнаутский пост Я со всех сторон Смотрел Замок Зачем Не за что Вижу дальше Там Замок За замок Вот так И ключи Это Молодоживно Приезжают Замок Делают А ключи Бросают Вот так Как Это Замок Сейчас Прихожу Ни одного Замка Нет Видно Все Разошлись Отпилили Или Отворили Ни одного Нет Я Прошлый раз Был Больше 70 Насчитал До Ходина Я говорю А что Ключи Еще до дна Не дошел Уже Развелись Музея Город Таких Замков Навешано Там Тоже Много Про музей Город Рассказывают Рассказывают Про музей Город Вот тут На соседней улице И там Вот всякие Замки Ну там О городе О городе Сейчас поставили Ролик такой 10 подземных Городов Самый большой В Китае Когда не заладились Отношения С Советским Союзом Они Грандиозное Сооружение Примерно 400 тысяч человек Какие магазины Какие бары Все это там Под горой Под землей В других местах Где там Поменьше А это 400 тысяч Отдельное Автономное существование И какая-то Атомная бомба Не достанет Ничего И рука В господи 400 тысяч Где же у них Такое Такое Вы Не смотрели Последнее время Начали там Сейчас В России Везде проводить И вот На Урале Нашли там Целые подземные Лабиринты И прям явно Что это Рукотворенное Все А вот скалы Как видели Как скалы стоят И они такие прямые Я вот по Красноярску Там ходил По тайгам Я турист был И я всегда смотрел И они как стенами Как выложены Мне казалось Как будто выложены А сейчас Доказывают Что это Выложенные Действительно Мне казалось Быть не может Такую высоту Кому это надо Там огромадные Все такие Прямо Блоки Кому это надо Подождите Потом Я тоже такой же Как вы Думаю Да ладно Я там был Сам Говорю Что Не может там быть Они заходят туда Я туда не заходил Залазят Щели там есть Расщелиные Они начинают показывать Глядите Вот это расщелина Да Теперь смотрите Мы сейчас Туда заползем И вам покажем Заползают Чик Прожектор У меня Прожектор Стена ровная Прям Он говорит Смотрите дальше Раз проползает Вот глядите Видите Тонкий шов Это говорит Она не сплошная Она составная И точно там Шов есть И с другой стороны И с третей И видно Что Все прямоугольное Для чего это нужно Вот они сейчас Русские Все археологи За голову Схватились И говорят А это что За такими Мегами Мегами Таких вообще Строек Нигде нету И сейчас Американцы Начали говорить А цивилизация Говорит Не с Уралови У нас Началась Потому что Таких Строек Нигде Не видели Никогда Другое Дело На долине Где-то Там Показывает Горы И прятались Они от Монголов В разных Местах Тут понятно Даже Пирамиды Возьмите Пирамиды Грандиознейшие Сооружения Сколько Воды Сколько Не хватало Пищи Там На 3 месяца Пока Варвара А это Для чего В горах Когда не залезешь И строят Так Вы посмотрите Сами Откройте Мегалитр России Я спрашиваю Для чего Там В горах Таких И как Там Строить Один Маленький Нюанс Теперь Для чего Теперь Какой Был Географический Климат География И климат Какой Был И находят Кости Носорогов Находят Олени Каких-то Костей И там Разных Животных И главное Растения Которые Сейчас К экватору Принадлежат То есть Там Было Раньше Совсем Другой Климат Была Теплотень Другие Растения Растения Какая-то Щель Туда Лезут Зачем Ну Видать Боевые Действия Были Боялись И так И жили Боевые Действия Но не Такой же Высотой Лезьте Там Делать Ну Прятались А там Внизу Вода Есть У них Все Нормально Насколько Там Живут Насколько Ну Это Надо Там Копать Там Щель А Потом Завалено Уже А Это Не Завалено Все Мы Понимаем Вас Прекрасно И Это Тоже Ну Давайте Так Это Сестры Кому Надо Ехать Сразу Выходите И За воротами Выстраивайтесь Ворота Открывайте И там Стойте Кому Надо Скажите Сколько Человек Ну Четыре Человека Если Кому То Еще Надо Доехать Я Еще Довезу Раз Мы С Анфисой Двоем Едем Строят Еще Двое Нет Еще Еще Двое 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 Естественно Вот А Ну Все Достойная Вся Кого Истину Уложите Тя Богородицу Присно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Наш Честнейшую Херубин И Славнейшую Без Сравнение Серафин Без Истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величай Игнати Милосердный Создатель Мы Благодарим Тебя За Любовь Твою Долготерпение Прости Нам Согрешение Сотворенное Нами Ведение Неведение В уме В помышлении В одни И в ночи Во всей Ней жизни Нашей Покрой Всю Любовью Милосердием И Долготерпением Распусти Нас С миром Услыши Наша Молитовая Сдыхание Родных И Близких Непознавших Тебя И Наша Послушных Тебе Любящих Уставы Твои Сохрани Школу Расширь Пределы Общин Побуди Всех На Благовестие Тебе Господи Слава За Все Отец Сын И Святой Дух Аминь Господи Прими Нашу Молитву Воздияния Рук Как Жертву Вечерную Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоя Владыка И Соедини Молитву Нашу Господи С молитвами Всех Святых Молящих Тебе На Небе И На Земле Боже Всемогущий Прими И 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 Дивный Наш Господь Прими Нашу Молитву О Всех Заповедавших Нам Молиться О Них Спаси И Господи И Помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушай И Да Слышит Раб Твой Слава Тебя За Все Аминь Богу Слава Спаси Христос Всех Участвовал Молитву Намотаешь Я там Сейчас Оставлю На Пейти Намотаешь И Собой Заберешь Прод На Деревешку Все Вот Намотаю Во Во Вот Вот Вот